Антиромантические метафоры. Убийство лягушечки, змейки, птички. Точно так же, как нормальных романтических героинь отечественных мультиков сопровождает пение соловья и цветение земли. А теперь от ненависти, жестокости, предательства и мордобоя плавно перейдем к сексу, к мультипликации. Подчеркиваю, речь идет о мультиках для детей. Помните Василис, Аленушек, Царевин и других героинь традиционных отечественных мультиков. Они даже не претендуют на реалистичность. Они условны и воздушны. Их женские атрибуты внешне лишь обозначены. Их женственность выражена скорее через духовные качества. Именно так выглядит мечта в детском представлении. Их американские антиподы, напротив, реалистичны, физиологичны и обладают прекрасно развитыми формами взрослых женщин, которые умеют этими формами пользоваться. Вы, конечно, будете смеяться над этим словом, но в поведении американских мультгероинь нет целомудрия. Того, что отличает телепродукцию для детей от фильмов для взрослых. Посмотрите, проявляя симпатию противоположному полу, мультгивы не кокетничают, не стесняются, не опускают глаза долу. Это тертые женщины известного поведения, которые манерно, бульгарно и конкретно соблазняют. И лицо героини в этот момент не зеркало души, как положено, а традициональная часть тела. Вы помните, да, что манеру поведения героини дети копируют автоматически? Теперь прикосновения и поцелуи. В наших мультиках самая большая эротика – это сомкнутые руки героя. Поцелуй – сокровение. Его физическая сторона скрыта от глаз маленьких зрителей. Поцелуй лишь обозначен. В иностранных мультиках все на показ, как у взрослых. Губы открыты и похотливы. Прикасаться к женщине можно как угодно, как к обычной вещи. Вот горбун из Натердама держит цыганку в позе жертвенного животного. Вот Шрек волочет свою подростку, как мешок, а потом заигрывает с ней так, как с приличными женщинами не заигрывает. Но это ей нравится. В наших мультиках героинь не волокут, не бьют, не хватают за что попало, потому что это не женственно, это не целомудренно. По мнению психолога, существуют мультфильмы для маленьких, где показана откровенная эротика. Вот, к примеру, популярный антропоцентричный мультик, где животные играют людей – Том и Джерри. Поведение кошечки – это энциклопедия поведения вульгарной уличной женщины. Откровенные эротические позы. Вот это, например, кока вверху, нож по приподнякам. Или это – одна из самых взрослых поз, голова мужчины на коленях у женщины. Эта поза предполагает сексуальные отношения взрослых. Отдельно отметим поведение кота, потому что он демонстрирует мальчикам-зрителям, как себя нужно вести с женщиной. Он демонстрирует запредельное хамство, а косточка, как это хамство нужно принимать благосклонно. Данный стереотип поведения, то есть и зрение психолога, если ребенок этот стереотип спитает, исключает в дальнейшем между полами отношения любви, уважения и супрузов, заменяя их стереотипом сексуального партнерства. Сексуальное партнерство же, возвращаясь к началу нашего разговора, не предполагает создание семьи, продолжение рода. С точки зрения детских психологов, взрослые стереотипы поведения, в частности эротику, в детских мультиках показывать нельзя. Это раньше времени растормаживает в ребенке сферу влечений, чему функционально и морально, и физически ребенок еще не готов. Эти переживания не будут иметь нормального выхода и искалечив психику ребенка. В будущем это вылезет сексуальные проблемы, трудности с созданием семьи и продолжением рода. Эти мультики провоцируют в детях интерес, который должен еще долго и крепко спать. Стало быть, за физическое расклеение наших детей отвечают педофилы, а за моральные – западные мультики. Как утверждают все те же детские психологи, для нормального развития ребенка в период первого интереса к противоположному полу, ему необходима сказка, загадка, тайна. Только через романтику и робот перед противоположным полом мальчик может стать настоящим мужчиной. Только скромная, целомудренная и следливая девушка способна привлекать к себе настоящих мужчин, а не уродов из мультиков, которыми сегодня кишат города. Да, детская стреливость и стеснительность – это непременные условия для создания семьи и продолжения рода в будущем. Проблема настолько серьезна, наши дети подвергаются такой массированной бомбардировке недетскими образами, что возникло массовое явление, которое психологи назвали романтическим голодом у детей. Им нужна царевна из детской мечты, а им подсовывают несвежую бабищу. Им нужна романтика, любовь и мечта, а на них вливают сексуальные нечистоты. Белая снежка и синглом волоска. Я смотрела мультфильм «Белая снежка», «Алистрая чудес» и «Красную шапочку», «Красавица», «Красавица и чудовище». Я все смотрю, которые по телевизору идут, но иногда выпускаю. Джим Баттон, Джерри, Фрэкзета, Бэтмен, Джим Баттон. Иностранные, они хорошо нарисованы. Масяни, Шинсоны, Шрэк, Шинсоны, Олимпийский кусочек, Спирит или Шрэк, Лила Истич. Не советский бочек, в душе. Самый главный, самый священный, самый важный для ребенка образ женщины в сказках всех народов мира – это образ матери. Когда мы стали разыскивать его в американских мультфильмах, то натолкнулись на нечто потрясающее. Мама, материнство, поэзия материнства в традиционном виде показывают только в мультиках про животных. Таких как «Король лев», «Книга джунглей», «Дамба 101 долматин». Строгательные, сентиментальные и очень добрые сцены материнской заботы к медвежатам, щенкам, слонятам и другим депенышам. А вот когда дело дошло до мультиков про людей или тех, где животные играют людей, впрочем, судите сами. Вы испытаете, как говорится, истинное отвращение. Вот, например, «Утка-марь» от метро «Голденмайер». Совершенно опустившееся маргинальное создание, которое демонстрирует свое нижнее белье мужу. В жизни так выглядят и ведут себя алкоголички. Ее голос, манеры, жесты нематеринские. Даже своего ребенка она держит, как стакан. Ее поза не обороняет ребенка. Легко сравнить то, что мы видим, с нашей серой шейкой. И там, и там образ матери. Но у маленьких зрителей они формируют диаметрально противоположные отношения к своим собственным мамам. Вообще, в американских мультфильмах мы не встретили ни одной матери человека, которая была бы молодой, полной сил, красивой, вызывающей у маленьких зрителей желание подражать. Все они отталкивающие. Взять хотя бы эти персонажи из мультика «Гуси и его команда». Немолодые, некрасивые, апатичные, заторможенные, с уродливыми фигурами. И еще один распространенный прием, когда мать нарисована в виде вполне благообразной, но старой женщины. В наших мультиках такими рисуют бабушки. А сейчас мы покажем вам то, что называется 25-м кадром. Зрительный образ, который появляется на экране на очень короткое время, и сознание не успевает оценить его критически. Такие образы, как правило, записываются прямо в подсознание, как гипнотическое внушение. Мультфильм «Красавица и чудовище». Вы что-нибудь поняли? Тогда давайте смотреть по кадрам. Немолодая, некрасивая женщина с чертами, искаженными раздражением и ненавистью. А на руках у нее сразу не разберешь, то ли поросята, то ли человеческие младенцы. Более отвратительный и неприглядный образ матери невозможно себе представить, потому что он совмещен с внешностью разъяренной свиноматки. Верующий человек сказал бы, что это инфернальная пародия на богоматину. А на заднем плане, над всем этим и выше всего этого видна прекрасная героиня. Эта метафора воспитывает у девочек отвращение к материнству вообще и к многодетному в особенности. Либо ты хочешь стать такой же уродливой, старой и бедной, тогда быть матерью, либо вечно молодой и красивой, тогда не рожай. Девочкам как бы предлагают выбор, который на самом деле выбором не является, потому что решение насильственно, замаскированно вкладывается в подсознание. Образы женщины – это образы жены и матери будущей. И именно так они должны запечатлеваться в памяти и не только в сознании, но и в подсознании ребенка. Как мальчика, так и девочки. Для девочки это образец для подражания, а для мальчика это образец, который он в будущем должен выбрать. Разве может такая женщина возбуждать что-то, кроме грубого влечения? Я повторяю, в лучшем случае. А в худшем случае она вызывает только омерзение и к женскому полу, и к семье, и к жизни вообще. Потому что если жизнь населена такими существами женского пола, то такая жизнь безрадостна, дисперспективна. Дисперспективна жизнь, про которую женщины не продолжают род. А мне наплевать, чтобы быть подлезавтра. Детям нравится смотреть мультфильм. Но родители по опыту знают, не все, что нравится детям, им полезно. Например, в раннем детстве им нравилось совать пальцы в розетку, трогать огонь, совать в рот иголки. От всего этого вы своих детей уберегли. Почему же миллионы россиян спокойно смотрят на то, как их детей калечат мультфильм? Ведь ребенок имеет право на детство или нет?